Добрый день, дорогие друзья! С вами Мороз Алексей, компания Кровмонтаж. Для того, чтобы предлагать нашим клиентам качественные материалы, мы сегодня посетим строительную выставку МОЗ Билд в экспоцентре. Павильон производства Юта – это чешские супердиффузионные мембраны, гидроизоляции, пароизоляции. Подписчики мне задавали вопросы. Попадается серая мембрана 115, хотя она красная. Сейчас я выясню у менеджера, вообще без цвета, ну серого цвета, без названия. Есть такое? Без названия не должно. Есть серый, но обязательно будет логотип Юта. Если логотипа Юта нет, значит подделка. А вот это что у вас, термоизол? Мембрана, но у нее прорезиненный слой. А можно поддергать, да? 85-ый двухслойный. А этот 115-ый трехслой. А сколько квадратов здесь? А вот такой вопрос. Если мы делаем кровлю, брусок для продыха, обрешетка, фанера и потом это? Вентиляционный зазор образуется в приближающей сетке. Кровля мембранная. Конденсат, который появляется от точки росы… Она пропускает. А, она пропускает. Это так называемая подложка супердиффузионная под фальцевую кровлю. Именно под фальцевую. Потому что фальцевая кровля подразумевает сплошной настил. Вот этой мембраной ложится на фанеру либо на сплошную обрешетку, а это к металлу. И получается зазор в сантиметр. Металл конденсирует, как известно. И конденсат, проходя через этот дренажный слой, попадает на мембрану, которая отводит конденсат там дальше вниз по скату. Но хочу обратить внимание, вот этот рулончик стоит в районе 12 тысяч. Здесь, в этом рулоне всего-навсего 37 квадратных метров. У каждого в доме есть, наверное, антенна. Вот, ничего выдумывать не надо. Пожалуйста. На флагшток одеваешь, нужного диаметра срезаешь и сажаешь на саморезы с герметиком. В павильоне встретились с Екатериной представители компании Аквасистем. Эту компанию мы хорошо знаем, долго с ней работаем. Рады вас видеть, рады таким приятным отзывом. Спасибо большое. У нас в этом году новинка. Мы даже с прошлого года уже матовые софиты производим. Матовые софиты у нас покрытие Пурал, матовый Пурал. Также 15 лет гарантия на матовый Пурал. Трех цветов будет. 32-й темно-коричневый, 87-й коричневый и серый, 23-й. И в двух цветах матовая водосточная система в этом году, 32-й и 87-й. В последнее время у нас клиенты просят заказать под дерево софиты. Наличие на складе. Всегда мы поддерживаем три цвета. Светлое дерево, темное дерево и красное дерево. А в сетной печать покрытие Pintech называемое. У нас очень красивый профиль, в отличие от других стальных систем. Он изящный. Натуральное дерево напоминает полиэстер. 35 микрон. Сталь используется тоже в первой категории с сумковкой 275 грамм на квадратный метр. У нас вся сталь, это концертный ССАЙБИ. Да, да, да. Я тоже использую ССАЙБИ, с ней работаю. А у вас предприятие где находится? Там же, где-то в Калышке? Субтитры сделал DimaTorzok Как известно, компания Вильпы, вентиляционные системы кровельные, это законодатель. Но уже появляются наши российские производители, в частности кровен. Все аэраторы, то, что мы видим на кровле, дефлекторы, вытяжные трубки, все уже производится в России. Вот проходной элемент для металлочерепицы с профилем Монтерей. Это очень удобно. На вентиляционные трубы, через резиновую прокладку, на металлочерепицу устанавливается и готово. В чем преимущество от импортного производителя? Это, собственно, наша разработка. Все передрали у них. Ни один европейский производитель не может выливать с нами. Устанавливая трубу, мастер может поймать вот эту капельку в центре. Это значит, труба установлена ровно. Горизонт ловится пузырьком, легко и удобно. Удачи, всего вам доброго. Пришел на звук воды. Недавно монтировали алюминиевые водостоки линкора нашего российского производителя. Здрасте, как продажи? Продажи неплохо. Недавно я монтировал вашу водосточную систему. Клиент взял алюминиевую. Ну, в принципе, я был доволен. Слава, в интернете уже распространяется. Мы уже увидели наш клип, как вот все выложили. Клиниевый водосток в России. Вы только одни, наверное, производите? Мы единственные, кто производит водосточную систему без алюминиевых. Очень приятно за российского производителя. Спасибо вам. Вот, кровля дышит наглядно через вентилируемый конек. А сколько гарантию вы даете на этот продукт? У нас вообще на всю продукцию 15 лет гарантия. И на эту тоже, да? И на эту тоже, да. Срок службы у этой черепицы выше столя. Мы, кстати, работали с Теглой. В принципе, по мягкой кровле нормальным претензий нет. Но с медью еще с такой не работали. Намного отличается по цене от такой битумной, с присыпкой. Да. Ну сколько? В два раза? В три? В раз в десять. В десять раз. Мне кажется, проще медью покрыть. Просто монтаж проще для монтажника. Ну не скажите. Вы знаете, с фальцем мало кто умеет работать. Что скажете о том, что со временем покрывается мхом? Есть такое дело? Да, конечно. Любая кровля. Не обязательно гибкая кровля. Она покрывается именно мхом. Нет, ну гибкая, в частности, быстрее. Лавненько, спасибо. Вам спасибо большое. Вот, ребят, какие уже появились фасадные панели компании Альтопрофиль. Можете посмотреть. Вот для цокольной камень, в частности, есть вся линейка гамма цветов. Вот, пожалуйста, под блок-хаус глянцевый, красота. И вот боковые элементы. Выглядит, как настоящая лепнина. Хорошо с ними комбинировать любой дом. Раньше мы крепили на деревянные бруски, либо на металлические. Сейчас уже есть все из пластика. Вот для больших угловых объемных элементов, угловые элементы начальные. И потом, как бы, как в клипсе, они защелкиваются и остаются здесь. Их уже не вытащить. Поэтому не видно ни самореза, ни способа крепления. Ну, это стандартные под кирпич фасадные панели. Вот мы пришли на стенд компании Техностиль, которая занимается быстро возводимыми зданиями и сэндвич-панелами. Ну, все вы знаете, что такое сэндвич-панели. Это, как правило, производственные здания, заправки, автосервисы. Как, в принципе, и это здание. Кровля тоже является мансардной, по сути, в заправке. Это у вас утепленный утеплитель. Здесь он очень плотный. Какой плотности? Здесь средняя рекомендованная плотность от 110 и выше. Меня и моих подписчиков беспокоит вопрос с конденсатом, с образованием. Внутри будет же плюсовая температура, снаружи минусовая. При устройстве такой технологии не будет образовываться конденсат? Здесь нет воздуха. Именно в воздухе образуется конденсат. Если наличие воздуха, и он превращается в пар. И точка росы, по сути, конденсат здесь не образовывается. Здесь нет воздушной прослойки, нет воздуха. Все плотно, утеплитель плотно проклеен. Для экстремальных температур, например, для холодильных установок, уже используется ППУ. Все, спасибо. Это как называется? Коберт. Португалия, да? Португалия и Испания, да. И сразу вопрос. По соотношению к известным брендам, не буду сейчас называть, цена-качество. Да, решили на 25%. Я вот португальскую эту первый раз вижу. Вы, наверное, недавно на рынок ее выводите, да? С 14-го года. Как вот эта плитка называется? Это средиземноморский стиль. Средиземноморский стиль, да. Средиземноморский уже какой-то подмог под старину, под темир. Но эта кровля считается премиум-класс для людей со вкусом, скажем так. Можно так сказать, да. Хоть Алексей говорит, что португальская черепица Коберт давно в Европе известна, но в России она малоизвестна. Вы только вот на этот рынок вышли. Мы работаем с известными, так сказать, немецкими брендами для сравнения цены и качества будет полезно знать. Есть известные заводы и в Польше, и в Германии, и во Франции, в Португалии, Испании, Италии. Производство керамики размещают там, где есть глина специальная. Да, абсолютно согласен. Я прав, потому что изучал вопрос. Завод не простроят просто так на земле, если сырье, глину надо будет подвозить за тысячу километров. Надо иметь под боком карьер. Конечно, там качество, свойство глины одно, в Италии другое. И в Германии там третье. Представляем на Россию только то, что подходит под наш регион. Вот черепица, которая выдерживает морозостойкость, не менее 150 циклов, да, это значит обжиг от 960 градусов. И от обжига еще зависит. Конечно, да. Давайте я скажу, что мне нужно. Давайте. Мы много нового узнали на этой выставке Mosbilt и поделились с вами нашими, так сказать, впечатлениями. Надеюсь, видео наше было интересно, полезно для вас. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok